Ну вот, солнышко, воздух, с океана вон. Босиком вот можно по травке, по земле пройти. Почувствовать, так сказать, мать-природу, с разбора понятия которой и, собственно, начинается первая глава Евангелия от Иссеев. Ну так, пусто эти слова для меня всегда звучали. Мать-природа, там, е-мое-мое, экология, там, о чем речь. Вот, но Иисус вот он так не считает и говорит, собственно, о том, что мы созданы этой природой эволюцией, там, не эволюцией, пусть споры эти продолжаются. Но, тем не менее, мы такие же, как и все ее творения, животные, и из нее, собственно, и состоим. И сейчас просто страшно думать, насколько человек далеко от природы ушел, это просто мы уже не в природе, мы уже сами создали какую-то такую химическую оболочку, которую в себя вливаем, и она там формирует нашу жизнедеятельность. Создали себе эти домики многоквартирные, зажатые там, сидим без солнца, сидим без воздуха, вообще без контакта с землей, без контакта с водой какой-то, ну, даже, чтобы в лес там выйти для нас там, ну, раз в год там, на 9 мая. Там методные шашлыки, да, а не то, чтобы постоять там, насладиться как-то природой. Вот, ну и о чем говорит Иисус? О том, что, когда вы отделились от природы, вас начинает искушать в Вильзеву. Причем искушать настолько сильно, что, ну, современный человек не может от этого отказаться. Не может отказаться там от еды, не может отказаться от какого-то комфорта, от расслабленного какого-то валяния, там, от бесконечного сидения, не может. И, собственно, именно за это Вильзевула забирает у него все дары Матери Природы. То есть забирает у него тело. И вот там в Евангелии, прямо если цитировать недословно, кровь становится густой и вязкой, дыхание зловодным, тело жирным и мягким, теряется зрение, теряется слух. Я от себя добавлю, что просто это все приводит к тому, что снижается работоспособность мозга. И человек просто не может даже понять, что с ним происходит и в какой заднице он находится. получается замкнутый круг, из которого выбраться, вот так взять. Если ты это смотришь, то у тебя уже есть шанс. А так вот, ну подойди кому-то, скажи, чувак, ты зашлакованный, и вообще твой мозг работает от силы на 30% вообще твоих возможностей. ты даже понять не можешь, что с тобой происходит. Он просто, ну регуляторная его функция там существенно снизлена. Что мне этот человек скажет? Я то же самое всем говорил. Я этих умников просто рассылал, когда уже приходили прямо вот в кабинет. Вот. Вот. А когда вот так видосики смотришь, просто... Ахуй, 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 ахуй. Все, что, очень просто. Пошел следующего придурка смотреть. А вот и все. Но не пробьет. Не пробьет тебя никто. Только ты сам. Просто поняв, что ты как бы слаб и ничего не можешь, и то, что ты реально отуплен просто засоренными сосудами и недостаточным кровоснабжением своего головного мозга, просто признайся себе в этом, захоти стать немножко чище, как бы и умнее, и процесс пойдет. Ну, как у меня он так пошел. Мне вот очень нравится. Конечно, с осколками там, назад там и прочее, прочее. Но, тем не менее, он идет. Идет и в нужном направлении. Поэтому... Толпа, которая собралась возле Иисуса, она и говорит, ну, скажи нам тогда, что делать? Как там, ну, дальше быть, как жить? Вот. И он довольно много им рассказал. Начав с того, что, ребята, как только вы вернетесь к своей матери, она с удовольствием вас примет и сделает все возможное для того, чтобы вы восстановились. Вот. И об этом мы будем говорить дальше в этой серии видео. Смотрите, ищите и обрещете. Включите и откройте. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова